Здравствуйте, друзья! Сегодня у нас мастер-класс, на котором мы будем делать сумочку из фетра. Какие материалы понадобятся, я все вам расскажу, все покажу. Вот такая сумочка детская, можно ее подарить кому-нибудь, ребенку, чтобы сюда складывать мелочи. Что для этого надо? Во-первых, нужен фетр. Фетр может быть разноцветный. Вот у меня два листочка розовый и синий. Фетр может быть с такими наклеечками. Тоже подойдет вот такой разноцветный. Желательно брать фетр светлый, чтобы было удобно с ним работать. Дальше, что нам надо? Листок бумаги А4 для выкройки, маркер, карандаш, циркуль, ножницы. Ножницы двух видов, для материала и для бумаги. Клей-мамент прозрачный. И вот такие ниточки для оформления. Может быть жутовые, могут быть вот такие разноцветные ниточки. Веревочки, всякие разные. И нам понадобится дырокол. Вот эти инструменты нам сегодня понадобятся для нашего небольшого мастер-класса. Итак, мы начинаем. Сначала мы делаем выкройку. Вот здесь я нарисовала выкройку своей сумочки. Приблизительная схема. Сейчас я вам покажу, как ее сделать. Берем лист А4, складываем пополам. И хорошенечко разглаживаем шов. Теперь от руки не надо никаких шаблонов, ничего. Просто рисуем сердечко. Смотрите как. От серединки узкой части, немножко вниз. Вот так. А здесь рисуем полукруг. И уводим его на уголочек. Уводим его на уголочек. Все. Вот получилась у нас выкройка. Сейчас я просто нарисую еще маркером, чтобы было видно. Это у нас получается половина сердечка. Половина сумочки. Вот так. Вот такая половинка получается. Теперь мы берем ножницы. И вырезаем. Вырезаем эту форму. Сразу две половинки. Раскрываем. И у нас получилось сердечко. Вот такая сумочка у нас должна получиться. Теперь у меня здесь на выкройке нарисованы круги. Это можно взять циркуль. Можно взять какой-то кружочек. Но не больше 5-6 сантиметров в диаметре. Вот этот кружок у меня 5 сантиметров. Вот как раз он сюда ложится. На эти узоры. На эти узоры. Ну, здесь я тоже буду рисовать так же. То есть берем циркуль. Вот у нас остаточек бумаги. Раскрываем на 2,5 сантиметра. И рисуем кружочек. Чтобы было проще. Можно, да не можно, даже нужно вырезать на картоне. На любом. Какой есть под руками. Чтобы была жесткая форма. И вырезаем вот этот кружочек. Вырезаем кружочек. Вот. Все. Получилась у нас выкройка. Получилось у нас 2 выкройки. Одна сердечко, второй узор. Я буду вам показывать на картоне. Значит, смотрите. Здесь на сумочке у меня 3 кружка. Один внизу, два по краям. Эта выкройка немножко побольше. Поэтому можно сделать больше кружков. Мы сделаем 3. Как у меня на маленькой сумочке. Кладем вниз сердечко. И обводим. Раз. Вот здесь вот второй. Кружочек. И здесь третий кружочек. Не надо близко к краю подвигать эти кружочки. Чтобы они были посередине сумочки. Вот получилась у нас выкройка. Теперь от руки можно нарисовать вот эти узоры. Вот эти узоры. От среднего, от нижнего кружочка. Мы ведем линию. Ведем линию. Поворачиваем. И сюда. Также здесь. Раз. Два. И выводим на верхний кружочек. Рисуем дальше схему. Значит, нам надо отметить на кружочках серединку. Можно отметить крестиком. Точкой. Как вам нравится. Как хотите. Вот. Это для того, чтобы мы раскладывали ниточку. Дальше. Здесь на сумочке. Сумочка обшита у меня джутовой нитью. Поэтому надо на схеме нарисовать вот эти отверстия. Отметить. От серединки примерно пол сантиметра или сантиметр от края. И между отверстиями примерно 2 сантиметра расстояния. И вот так отмечаем все точки. Можно побольше, можно поменьше. Тут не имеет значения. Но чтобы в серединке обязательно были точки. Вот. С нижней и с верхней стороны. Серединка, чтобы была. Вот так отмечаем. Точки. Это мы с вами делаем схему. Схема нашей будущей сумочки. Вот так. Все. Схема у нас готова. Я думаю, это не сложно сделать. Теперь. Все это надо перенести на ткань. Я подготовила фетр. Фетр можно взять разного цвета. Предположим, светлый, темный. Одна сторона будет светлая, другая темная. Или взять вот так. Здесь можно прикладывать листочки друг к другу и смотреть, подходят они или нет. Давайте возьмем желтую и розовую ткань. Так как здесь у нас рисунок, поэтому рисуем на однотонной стороне. Прикладываем выкройку. Берем маркер и все это обводим прямо на фетре. Вот так. Обводим выкройку. Придерживайте рукой выкройку, чтобы она не каталась по фетру, не ездила. Вот и все. Нарисовалось сердечко. Теперь нам надо перенести вот эти точки. Перенести эти точки. Вы можете положить вот так вот бумажечку. Чуть-чуть отодвинуть. Чуть-чуть отодвинуть выкройку, поднять вверх. И параллельно этим точкам нарисовать на фетре. Отметки сделать. Вот так. Здесь можно не до конца, чтобы сумочка у нас открывалась. Нужно, то есть сверху не обязательно делать точки, чтобы здесь сумочка у нас открывалась. Поэтому на середине мы точки с вами не рисуем. Вот так отмечаем все точки на фетре. Теперь надо нам нарисовать отверстия, места для кружков. Прикладываем выкройку и обводим прямо на фетре. Рисуем прямо на фетре. Такое же расположение, как на выкройке. Вот у нас получилась вот такая выкройка. Теперь берем ножницы и это все вырезаем. Можно сложить вот так два кусочка. Можно по отдельности вырезать. Вырезайте фетр так, чтобы след от фломастера остался на вырезанной части. Чтобы сама сумочка была чистая. Вот так вырезаем аккуратно. Получилось у нас такое сердечко. Теперь мы берем другой фетр. Но он оказывается немножечко меньше. Ничего страшного. Мы прикладываем фетр. Опять обводим. Главное, чтобы вот этот уголочек совпал со второй половинкой. Вот так. И теперь просто немножечко, немножечко мы с вами уменьшаем выкройку. Может быть и такое, конечно. Немножко уменьшаем выкройку. Вот так. Вот и все. Вырезаем вторую часть. Уже по нарисованным новым линиям. Чтобы были одинаковые линии, одинаковая была сумочка, просто сложите фетр напополам. И вырежьте вместе. Вот получилась половинка. Получилась вторая часть. Теперь прикладываем два кусочка фетра друг к дружке. Видите, желтый получается больше. Надо его обязательно подрезать. Чтобы две половинки были одинаковые. Подрезаем. По меньшей заготовке отрезаем фетр. И у нас с вами получится две одинаковые половинки. Раз половинка и два половинка. Лишнее убираем. Теперь нам понадобится ферракол. Выкройки можно сохранить, чтобы потом сделать новую сумочку. Теперь нам надо нарисовать кружки. Вот эти, которые есть на этой сумочке. Прямо на лицевой стороне сумочки вы рисуете кружочки. Обводите кружочки в таком же порядке, как на выкройке. Нужно чуть повыше. Не очень близко к краю. Чтобы потом можно было удобно прошить нашу сумочку. Вот. И опять делаем вот эти рисунки. Вот эти завитушки. Рисуем. Вот на одной стороне получилось. Теперь на другой стороне. Также рисуем внизу. Я думаю, что трех нам кружочков хватит. Можно сделать больше. Если вы хотите, пожалуйста. Можно всю сумочку украсить вот такими кругами. Получились у нас вот такие выкройки. Детальки. Теперь мы складываем вместе эти детали. Ровненько. Берем дыраку. И примерно от середины, вот здесь, верхней части, можно сделать точечки. Маркером, хломастером. Что у вас есть под рукой? Карандаш здесь рисовать не будет. Сразу говорю. Поэтому надо что-то яркое. Так. Вот. Берем дыраку. и вставляем фетр в отверстие. И прокалываем. Прекрасно получается. Отверстие сразу в двух деталях. Вот. 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 просто не видно не видно на каком расстоянии получаются эти отверстия ну я думаю что вы постараетесь у вас будет ровно можно эти отверстия конечно проколоть ножницами да потом расширить шилом ножницами но я думаю что дыроколом это будет быстрее вот эти вот остатки фетра которые не прокололись их надо обрезать продолжаем у меня отверстия не совпадают с теми точками которые я нарисовала почему потому что я не вижу дырокол непрозрачные поэтому не видно где делаются дырочки принципе можно и не рисовать эти отверстия вот видите получились у нас вот такие отверстия вот такая подготовка дырокол нам уже не нужен проверьте пожалуйста все отверстия чтобы были открыты лишних ветра обрежьте вот такая у нас заготовка получилась теперь нам понадобится джутовая нить джутовая нить может быть разноцветная вот такие небольшие бобиночки продаются в покодельных магазинах или джутовая нить вот такая обычная серенькая как у меня здесь я хочу немножко скомбинировать то есть я сделаю рисунок вот из такой серой джутовая нить окантовочку я сделаю разноцветную давайте так попробуем скомбинируем немножко и нам понадобится клей так забыла я сделать точки в середине одну половинку откладываем работаем только пока с одной половинкой теперь смотрите вы берете джутовую нить вот так разматываете бобиночку и вот уже у вас готово все берем клей клей кристалл момент прозрачный и теперь начинаем с нижнего кружочка с нижнего наносим клей в серединку и круговыми движениями раз размазываем весь этот клей не поднимая тюбик как будто вы рисуете карандашом и не давите на тюбик потому что этот клей очень быстро вытекает если давить на тюбик поэтому очень аккуратно вот так разрисуйте разрисуйте хорошенько этот кружочек и обязательно закройте клей чтобы он не вытек теперь берем джут и от серединки от серединки начинаем укладывать его прижимая пальцами прижимая пальцами здесь надо немножечко подождать потому что клей должен чуть чуть подсохнуть тогда он будет крепче держать материал вот получился у меня первый кружочек я его доклеила до самых краев вот этой окружности еще для работы с клеем приготовьте вот такие салфетки влажные чтобы протирать руки потому что клей прилипает конечно к пальцам очень хорошо продолжаем значит вот дошли мы до конца теперь наносим клей на краешек и ведем вот сюда на эту петельку видите маркер расплывается от этого клея ну мы здесь потом все спрячем и формируете вот эту петельку вот приклеилось теперь надо немножко нанести клея на саму веревочку на саму ниточку и придержать чтобы схватилось чтобы оно приклеилось вот получается вот такая петелька и продолжаем дальше ведем вот к этому кружочку нитку опять наносите клей и прижимаете вот эту ниточку переходим на второй кружок и второй круг мы начинаем приклеивать от края к середине от края к середине то есть у нас здесь пойдет обратный процесс наносим клей вот так и прижимаем ниточку прижимаем ниточку вот так получается у нас рисунок наоборот и начинаем приклеивать уже внутри вот таким образом к предыдущей ниточке прикладываете другую вот опять дошли до пересечения ниток наносим клей и приклеиваем близко к внешней ниточке вот получилась у нас одна половинка сумочки значит узор выложим джут нитью по рисунку теперь я хочу вам показать как можно это украсить вот такой цветной джутовой нитью то же самое вы берете нитку скотчем она держится это все убрать открываете открываете наносите клей давайте вот отсюда снизу начнем наносите клей прямо на нитку не на санфет а на нитку и начинаете приклеивать вокруг вот уже готового рисунка как бы делаем окантовочку окантовочку чтобы у нас рисунок был поярче наносите клей и приклеиваете эту ниточку то есть надо немножко подержать чтобы оно схватилось чтобы клей схватился немножко поприжимать так наносим клей как бы делаем окантовочку окантовочку для нашей работы прижимаем прижимаем наносим клей дальше вот так у нас получается здесь прямо вот у самого уголка здесь наносим клей и приклеиваем остатки веревочки вот такая половинка вторую половинку берем делаем точно так же как первую а сейчас я вам покажу как можно соединить эти две детали когда я сделаю полностью сумочку я вам покажу уже готовую работу складываем две детали чтобы отверстия совпадали теперь теперь мы берем можно даже вот эти две ниточки и цветную и серую соединить и можно завязать узелок вот чтобы было удобнее чтобы было удобнее проводить нитку но конец можно немного подрезать чтобы он был остренький и вот смотрите как бы начинаем прошивать вот эти две детальки длинную ниточку чтобы нам хватило смотрите я завела сзади вперед и все время завожу ниточку сзади снизу наверх вот так мы сшиваем две детальки опять снизу наверх как бы получается перекидывание ниточки через край за счет этого получается получается сшивание деталей, закрепка опять снизу наверх, перетаскиваем ниточку до конца, перетаскиваем до конца, так прошиваем всю сумочку, ну вот я прошила всю сумочку, у меня осталась длинная нитка с одной стороны и не обрезанная с другой стороны, что я делаю, смотрите, вот вверху у меня две ниточки, я просто перекручиваю, перекручиваю вот эту нитку, можно и не перекручивать, можно и так оставить, в принципе будет нормально и веду конец вот сюда, опять сзади завожу ниточку и здесь я завязываю, завязываю, можно завязать бантик, можно завязать узелок, как хотите, что как вам нравится, как вам понравится, тогда и с другой стороны тоже надо делать или бантик, или узелок а здесь делаем, завязываем бантик, потом завяжем, теперь вот эту не обрезанную нитку вы ведете к первой половинке, вот у меня получилась вот такая длинная ниточка, и отрезаете чуть подальше нитку продеваете ее в отверстие, и завязываете и завязываете и завязываете можно узелком, можно бантиком, как хотите ну вот бантиком тоже интересно получится здесь такой бантик, и с этой стороны такой бантик если ниточка маленькая, короткая у меня получилось, бантик получится коротенький вот получилась такая сумочка такая сумочка еще я хотела вот что вам сказать в магазине для творчества продаются вот такие самоклеющиеся стразы или пайетки их можно приобрести и смотрите еще одно украшение то есть вы берете это сердечко этот стразик и закрываете отверстие в серединке вот этих кружков получится и оформление и в то же время закроете все неприятности в своей работе вот такая у нас получилась сумочка веревочка веревочку можно сделать короче творите придумывайте всего вам доброго в творчестве